всем привет меня зовут м джо рамон и добро пожаловать в чумовую пятницу от крафт-шоу где мы с вами продолжаем играть в игру ты бы лучше ты бы лучше встречался с ричем или но только если ты девушка и они видят что я показываю мы сегодня продолжим играть и мы как обычно немножко меняем мы сегодня будем вместе угадывать мы будем до этого мы соревновались друг с другом а теперь мы решили скомбинировать наше мнение и среди 10 вопросов которые нам здесь будут задаваться мы с вами выберем попытаемся выбрать самые популярные ответы самые массовые ответы и посмотрим как мы с этим справимся и так счетчик у нас 00 из 10 и поехали на самом деле на самом деле ребятам просто надоело проигрывать поэтому они говорят а давайте играть в одной с тобой команде рич но на самом деле в тот раз ты выиграл только по простой маленькой причине потому что я ничего не накручивала он вот так и так выиграл но зрители помнят первый вопрос первый вопрос ты был лучше ты был лучше ты был лучше сражался в гражданской войне или сражался в революционной войне я думаю тут имеется ввиду конкретные войны американские да мы ни черта не знаем гражданская там синий против юга синий против красных да у нас как обычно первого вопроса это провал я за гражданскую короче не за революционную революция революция это до революция это интереснее чем гражданская гражданская она бессмысленная война зачастую революционная тоже но революция преследует какую-то более обмене демократическую цель а гражданская это смотря как вы нас вы нас задолбали, а вы нас задолбали. Нажимай! Ричи. Нажимай. Жми. Что? Жми. Один балл есть. Ну тут чисто логику пришлось применить. Типа гражданская революция. Поехали дальше. Следующий вопрос. Ты бы лучше был жестким курильщиком или жестким пьяницей? Умереть от цирроза печени или от хакова легких? Иногда люди не умирают от этого. Иногда они... А очень даже веселятся. Да, веселятся. Вы знаете, учитывая последствия... И вон то, ребят, это не то, что вы подумали, это помидорчики. Я не знаю, на что ты показываешь, там ничего не видно вообще. Там сзади. А, я вижу, да, я вижу рюмки, нарезанная селедочка. И картина, да? Алкоголь наносит намного больше вред, чем никотин организму. Но это стоит дорого. Да какая разница? Тебя выбор как бы невелик. И там, и там придется тратить. Так что это такое. Я думаю, что большинство бы выбрало бухлом, мне кажется. Хороший выбор. Смотри, что курить. Смотри, что пить. А последний ацетон как бы там с этим... С авиатопливом бухать. А можно курить... Но самолеты так бухают, я не знаю. Хотя что курить, да. Ладно, давай напьемся лучше. Теона, ты за что? Ты бы бухала или курила? Курила, чем бухала. Что ты еще занимаешься? Кто, я? Подседки, у курения ты кашляешь много там и так далее. А если напиваешься, ты... Я понимаю, что ты веселый. Но ты можешь надеяться так, что ты не отвечаешь вообще за свои... Так, Тюн, просто выбери, что ты сегодня хочешь делать. Мне кажется, Тюну надо с Львом познакомить. У них очень много общего будет. Они... Мне кажется, Лев... Но Лев так же интересно бы рассказывал про это... Про курение? Про курение и выпивание. Рассуждал бы. Не знаю, я-то так-то за курение. Хорошо. Нас двое против одного. К сожалению, Тюна, ты проигрываешь. И к счастью, мне кажется, ты проигрываешь. Бухло! Повезло тебе. Ну, посмотри, Сова, на эти цифры. Слушай, учитывая наш предыдущий опыт в Типы Лучше, я понял. То есть... Надо выбирать наоборот. То, что Тюна выбрала, да, мы берем сразу то, что наоборот. И все нормально. И выигрываем. Да, ну, там есть погрешность, где-то 0,4, где-то 40%. Да, по-моему, 40% погрешности там есть, да. Это не погрешность, это катастрофа. На вашей ответственности количество вопросов, не на мои. Хорошо, сейчас седьмой. Вы бы лучше слушали все, но кроме... Но кроме своего любимого артиста или музыканта? Или слушали бы только своего любимого артиста? И ничего кроме? Никогда бы вы не узнали ни о каком новом жанре, если, конечно, ваш любимый артист не начнел в нем писать, да? Никогда бы не открыли для себя новые группы, новые звучания. Никогда бы не открыли для себя новый мир. Ты понимаешь, если бы все время одного артиста, то он бы все равно в тот или иной момент бы надоел. Так что лучше слушать всех, кроме любимого. А я думаю, что в этом случае любимого артиста просто не будет существовать. Да? Я думаю, ты будешь знать о том, что ты... Ну, что есть еще... А еще логические вопросы. А как ты можешь узнать, любимый он твой артист или нет, если ты слушаешь только его? Ну, нет. Ты слушаешь многих, но его чаще всех, поэтому это называется любимый. Only. Only. Ты бы слушал только своего любимого артиста. Или слушал полную лажу лучше только? Не, почему полную лажу? Лучше только пусть он испортит. Там есть же и похожие артисты. Короче, я считаю, что большинство проголосовало за любимого артиста. Я считаю глупостью отказываться от музыки всей планеты ради одного какого-то музыканта. Это полная чушь и ересь. Но я считаю, что большинство это выбрало. Выбрал, конечно. Тюна? Ну, большинство, возможно. Тюна? Я бы синее выбрала. А ты? Я бы синее выбрала. Тюна выбирай синее, щелкай красный. Все, красный. Тара-а-а-а! Все, смотри, Тюн, ну просто, ну... Ну, ну как... Как это получается? Расскажи нам, пожалуйста. Это получается идеально. Итак, вопрос номер... Номер пять. Или это пятый. Или четыре. Или может быть четыре. Или может быть это четыре. А-а-а, ну давайте одиннадцать. Тебе еще раз... Ты был лучше. Всегда одевался как король. Как знать. Или одевался как P.A.M.P. А что такое P.A.M.P.? Сутенер. Миха, леопарды, широкополые шляпы, фиолетовый цвет. Слушай, а вот одеваться как король и одеваться как P.A.M.P. Там вот тоже же меха, роскошь. Ну, они как бы намекали на свой, типа, высокий статус. А как еще? Статус, титул. Да. Ну, на самом деле у них никакого статуса не было, а у знати было. Но ты бы... Ну, это не означает, что ты была бы лучше королевской знатию, там, представителем королевской знати или P.A.M.P. Ты бы одевалась лучше, как тот или иной. И все. Ну, и человек на тебя смотрит и понимает, кем ты на самом деле руководишь. Да. Ты бы хотела руководить челядью. Легкими людьми. Челядью, да. Или челядью. Или женщинами, которые зарабатывают на жизнь самой уважаемой и древней профессии. Может быть и мужчинами. Ну, там и там ты зарабатываешь деньги, смотря каким способом. Ты не зарабатываешь, ты одеваешься. Ты одеваешься только. Ты сам сказал, что... Ты бы как королева лучше одевалась, да? Есть погрешность, есть погрешность. Диадема там, меха. Может быть, какое-нибудь красивое платье с инкрустациями. Скипетр. Скипетр, чтобы бить меня по голове. Держава, да. Да-да-да, спасибо. Рич, ты бы был во внешности своей лучше, как сутенер P.A.M.P. такой. Не-е-е, но я же семейный человек. И чё, они тоже семейные люди? У них тоже есть дети, жёны. Нет, нет, нет. Мне нужен скипетр. Скипетр, да? А я за P.A.M.P. И у нас... И ты проиграешь. У нас два против одного. Возможно, я проиграю. Это как... Это как... Понимаешь, это как... Со злым гением, да? Как со злодеем. Ну, как... Как можно не одеваться как P.A.M.P.? Вы видели вообще P.A.M.P. Из 90-х, 80-х. Они шикарнейшим вообще выглядели, ребята там. Просто офигенно выглядели. Но ты не так. Если бы вышли вы на улицы Нью-Йорка, допустим, какой-нибудь, в образе P.A.M.P., вам бы сказали, эй, чувак, клёвый, прикид, где брал. А, слушай, есть ли у нас на районе такое? Да у нас на районе как угодно выйдет вообще. В любом случае, я гребёшь. Я так понял, два против одного, да? Да. Да. И это тот момент, когда Рич вырывается вперёд. Нифига, мы вырываемся вперёд. Мы вырываемся вперёд. Мы вырыв... Вот привыкая, да? Неприятно, да, говорить? Чё ты там шепчешь? Я всё вижу. Продолжим, друзья. Следующий вопрос. По счёту номер? Я говорю, у вас одна единственная ответственность здесь. Это считать. Неправильно. Развлекать. Номер пять. Носил летнюю одежду зимой? Или зимнюю одежду летом? Я бы лучше носил летнюю одежду зимой. Потому что если мне холодно, я возьму и зайду куда-нибудь. А зимой, это ж пипец какой-то. Не снять её, нифига. Ну, то есть, вот задача. Но зимой ты можешь забыла быть до такой степени, что тебе бы потом в пути, когда у тебя был бычек. Не, ну, в магазины рядом. Ну, серьёзно, я в летней одежде зимой просто пошёл бы куда-то греться. А летом в зимней одежде ты не сможешь её снять. Условия, ты не можешь её снять. Я искупался, но у нас зимой очень часто ниже минус 30. Как в летней одежде ходить в безговороте? Роман пошёл бы греться. Очень просто. А магазины вот не на каждом вот так угло. Смотри, представь себе на улице своего города, да? Ну? Палящая жара. Ну, не своего, любого города. Такой среднестатистического города со среднестатистической погодой. Да? Зимой холодно, летом жарко. Да? И ты постоишь посреди улицы. Лето. Солнце палит. Люди даже в футболках потеют. И ты стоишь такая в валенках, в шубе. У тебя шапка-ушанка на голове. Лыжи там на голове, я не знаю. У валенки, шуба, шапка-ушанка. Допустим. Ну, допустим. Ну, я просто сейчас специально, да? Я показываю, что тебе жарко. И ты не можешь это снять. Что ты будешь делать? Возьму, найду, водоем, окунусь. Ну, ты отяжелеешь и пойдешь на дно. Ну, не обязательно в центр океана нырять. Ладно. Но ты будешь сидеть в луже мокрое, да? Мы тебя поняли. В зимней одежде. Не очень комфортно, согласись. Не очень комфортно. Зимой улетни тоже не очень комфортно. Теперь, зима. Люди идут мило, да? Вьюга, в лицо бьет снег. Дон, ты в шотах. Люди под капюшонами там. Детей прячут за собой, чтобы им лицо не обдуло. Снегоуборочные машины едут. Люди подскальзываются на ступеньках. Разбивают себе лица. Ноги ломают. И ты стоишь в шортиках, в футболочке. Что ты будешь делать? Я теплолюбивое существо. Что ты будешь делать? Включать зубами, либо сразу, не знаю, в тропунг, чтобы что-нибудь отрезать. Ты берешь и заходишь домой. Разводить, конечно, костер, да. Ты заходишь домой. Ты заходишь в магазин. Ты заходишь... Или пиццерливающие напитки. Ты заходишь на вокзал. Ты куда заходишь, и ты чувствуешь себя, согласись, намного комфортнее в этих условиях, чем если бы ты в шубе сидела в водоеме. Ты считаешь, что сидеть в шубе в водоеме комфортнее, чем просто сидеть себе где-нибудь в вокзале. В принципе, мысль Рамона понятна, но большинство поддержит зимнюю одежду зимой. Я с вами не согласен. Я думаю, что большинство поддержит летнюю одежду зимой. Я думаю, что все-таки большинство за... Тюна, ладно, я понял. Ты за зимнюю одежду летом. За зимнюю одежду летом, да. Выбирай дурку. Я думаю, зритель мой со мной даже был согласен в этом. Ну, то есть, сидеть в воде, ну, что это такое вообще? Потом вылезать оттуда надо, вдруг тебе в туалет захотелось. И ты вот это все мокрое в этой шубе пытаешься на унитаз как-то залезть. Это ж пипец какой-то вообще. Вы бы лучше появились в эпизоде сериала «Полицейские» или были бы в эпизоде сериала «Читеры». Я так понимаю, что сериал «Полицейские» — это когда вас пытаются... Ну, это какие-то там шоу в американские. Я, по-моему, про них слышал. То есть, что «Копс» — это где, возможно, вас даже арестовывают. Что-то такое. Вот. А «Читеры» — это где вас в «Измене» ловят. Давайте так представим. На, «Измене ловят». Давай, копы, копы, копы. На, копы. Копы. Я не берусь точно говорить. Я просто считаю, что это сериалы об этом. Копы. Я тоже думаю, что лучше уж в тюряге отсидеть, чем потерять любовь в своей жизни. Хотя, если ты изменяешь, то уже какая разница. Но люди лучше относятся все-таки к преступникам, чем к изменщикам, мне кажется, да? Ну, чисто общество. Ну, преступник, мы его боимся. А изменщик будут тебя, там, плевать тебе в лицо женщины, там, феминистки всякие. Бить по причиналам. Давай, копы, копы. Не, бить по причиналам запрещено уже. Уже запрещено. Не в нашей стране, но ты должен говорить «Стоп». Нет. Мы за копов все голосуем, получается? Ну, да. Может быть, ты бы хотела быть изменщицей, чем преступником, Тюн? Нет? Нет. Ладно, Тюна была бы лучше серийным убийцей, чем... Или маньяком. Маньяком-убийцей, да. Ну, вот, все, да. Я понял. Чем женщиной мачо, да. Ну, вот, да, 75% у нас проголосовало за это. Вопрос номер... Не важно, какой вопрос. Вы бы... А, если бы вы увидели... Тут у нас опять текст есть. Если бы вы увидели банду, избивающую незнакомца, ты бы лучше, да, если бы ты увидел. Вызвал полицию, но ты бы знал, что они не успеют. И, скорее всего, парень бы попал в реанимацию, как минимум, да. Допустим. И второе. Вмешался и спас бы жизнь, но получил бы такое же количество избиений. Невероятно... Ужасающее количество избиений. Равно. Благородник, наверное, конечно... Благородный, но глупый. Вот это. Благородный, но хромой. Вот вы вдвоем в коме, но живы. Да? Или ты жив, но парень умер. Твоя совесть типа чиста, но на самом деле не очень. Ну, в вопросе не звучит смерти. Когда звучит вопрос смерти, то все немножко... Ну да, 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 тут избиение, говорится. Ладно, давайте, во-первых, реально подойдем к вопросу. Я уверен, что большинство не понижало бы на толпу чуваков, избивающих, а в одиночку, да. Особенно учитывая, что многие из нас не обладают способностями, там, навыками каких-то боевых искусств. Халка, да? Да, ну то есть... На самом деле, я думаю, что... Травмат тоже не все с собой носят. Большинство поступило бы по первому варианту, но сказало бы, что поступило бы по второму. Да, да. Короче, большинство бы сказала бы, что вмешалось бы, но в реальности поступили бы вот так. Или вообще мимо бы прошли? Просто мимо бы прошли и попытались забыть этот эпизод, и типа не мое дело. Я за красным. Я тоже... Ну да, но Тюна тоже так же, как я только что объяснил, поступает. Я за первый вариант. Я считаю, что надо голосовать за это. Я за первый считаю. Я за красный. Я за красным. Решаться. 25% честно ответили. Да. Уж... Не, ну может быть, пятерек там какой-нибудь и правда бы. Ну да. Но это достаточно сложно. Да. Ты вызываешь, ты свое дело сделал. Типа, ты зафиксировал, ты еще свидетель, ты потом расскажешь, примет, все там, на. Да. Наверное. Дальше. Ладно, поехали. Да, давай дальше. Это мой вопрос. Ты был лучше. Сейчас нам... Опять русская женщина. Или может быть осужден как коррумпированного директора Fortune 500. А, Fortune 500... Fortune 500 это каталог, как бы, это топ самых богатых людей мира. Подождите, я нормально на русский обратно... Ой, на нормальный... На нормальный русский переведу, короче. Сейчас. Был осужден как коррумпированный председатель Fortune 500. Вот. Что такое Fortune 500? Давай мы выясним, что такое Fortune 500. Вы можете погуглить, что такое Fortune 500. По-моему, это Fortune 500, это вот, собственно, организация, которая ведет учет самых богатых и влиятельных людей мира. И ты, типа, как владелец этой организации оказываешься коррумпированным. И, типа, ты подтасовываешь факты там и так далее, и так далее. Или коррумпированный политик. Привет, Билл Клинтон. Посмотрите на это. Внимательное, сконцентрированное лицо. Впервые вижу речи о таким. Умное выражение лица. Потому что ты часто его не видишь. Умное выражение лица. Аж непривычно. Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний. Критерием составления которого служит выручка. Список составляется, публикуется ежегодно журналом Fortune. Я считаю, что лучше быть CEO. Потому что если ты был бы политиком и ты был бы коррумпирован, то все, твоя карьера все... Ты был знаменитый, а вот Fortune там менее известный и так далее. Не так позорно. Если тебя ловят как коррумпированного CEO Fortune 500, то, мне кажется, к тебе к этому моменту бабла уже даже больше, чем у любого другого коррумпированного политика. Я не уверен, что человек из журнала особо много зарабатывает. Это во-первых. А во-вторых, по поводу... Это Fortune 500. Ты знаешь, сколько CEO Forbes зарабатывает? Ты знаешь, сколько CEO Times зарабатывает? Мали на коррупции политика. И он такой закончил с его карьером. Не, ну хотя бы про какую страну мы говорим, конечно. Ладно, я тоже думаю, что... Что второй вариант. Итак, мы все сошлись на Fortune 500. И мы были правы. Ты бы лучше вдохнул соки Ghost Chili, один из самых жестких, по-моему, Chili перчиков в мире. Но это капец. Это тебя, возможно, даже в реанимацию отвезут. То есть там вся твоя слизистая будет уничтожена. Но это вообще жесть. Это полная жесть. Или вдохнул жидкий азот. Отличный выбор. Я за Chili голосую. После Chili, возможно, ты выживешь. Либо вообще лишиться носа. Люди, я видел, погружали руки в жидкий азот. Там на секунду, там на долю секунды. Ты понимаешь это? А тут вдыхаешь. Это может найти даже до мозга. Жить. Они не то чтобы на долю секунды, да. Но, ну вот, это можно было делать. Но они вдыхали внутрь как-нибудь себя. Но не вдыхали. Внутрь нет. Оно останется, оно потом остынет. И вот когда оно остынет до тех температур. Когда оно остынет, ты уже остынешь, мне кажется, к тому моменту. Лучше сжечь нос, чем лишиться носа. Да, лучше лишиться обоняния, чем лишиться самого носа. Я не думаю, что там нос. Там все с легкими. Капец, все. Несмотря как ты дыхать будешь. Можно делать так. Chili. 59%. Все, и последний вопрос у нас, да, здесь. А что ты радуешься? Я наоборот, я бы продолжал еще, продолжал и продолжал. Тюна такая, заканчивая записи, как мне надоело это скажу. Я за то, что гадали, ничего не слушали. Опять он это сделал. Ты бы лучше. Был студентом, который постоянно спит. Это я. Это я вообще. Ночью. Я вам рассказывал историю? По-моему, я рассказывал. Рассказывай. Я довел до абсолюта свой навык. Ну, понятное дело, тебя за это не... У нас, типа, были преподы, которым было пофигу. Спит и спит твои проблемы. Ну, то есть провалишь. Ну, то есть, ну... Ты взрослый человек, сам решай, да? А были преподы, которые за это чуть ли не линейкой по лбу там били. Ну, такое, короче. Чизверги были такие. Вот. И если бы я знал тогда про то, что я мог бы посудиться с ним и нехило так заработать на этом, я бы с ним судился на самом деле. Но все мы были молодые, они этим пользовались, они это знали. В общем, короче. Я довел до совершенства навык сна во время лекций. И я спал с открытыми глазами. Ну, то есть я вводил себя в пограничное состояние скорее. Анабиоз такой. Да, то есть... Ну, я хотя бы немножко отдыхал все равно, то есть, да? И я писал все, что он говорил. Я потом приходил в себя под конец лекции и видел, что у меня была какая-то хересь была написанная в четради. Очень главная, самая, да? Там какая-то несвязанная херня была написана просто. Но для препода я сидел, смотрел на него стеклянными глазами и писал. Ему этого было достаточно, понимаешь? Вот такая вот фигня была. У меня такое же иногда было, как это. Вроде бы ты не спишь, вроде бы ты спишь, но ты пишешь что-то. А потом смотришь в тетрадь конспект, и там, не знаю, либо просто такие волны, либо, не знаю, желе у бабуси, два веселых гуся и енот. У нас иногда срывы были на лекциях у некоторых студентов. Чисто вот такие вот, на нервной почве. Из-за их образа жизни. Не умели они спать на лекциях, короче. Вот это у них была проблема. И дома не умели. Была какая-то у тебя история со сном на лекциях? Ну, у меня нет, но однажды один человечек у нас уснул на лекции, ну, прям лег. Его преподу за кафедрой видно не было. Ну, вот кафедра такая, тумба. Вот. И препод его не видел, и чувачок этим воспользовался. Потом у нас пара закончилась. Мы такие, смотри, там спит. А ну, тихо, уходим. Уходим, уходим. И ушли. Потапа такая. Просто ушли. Ну, вы подлые. Вы подлые. И он просто набиделся потом. Ну, понятно. Вы должны прикрывать задницы друг друга. Мы прикрывали, например. Кто-то был на стрёме всегда. То есть мы по ферьме спали. По ферьме вообще. Прям какая система-то? Поэтому мы почти все вылетели к херам из института. Вот-вот. Окей, ладно. Итак, вопрос полчаса заданный назад был. Ты бы лучше был студентом, который постоянно спал? Или был студентом, который постоянно разговаривал? Ну, таких никто не любит. Давай спать. Я за сон. Я думаю, все будут спать. И там, и там ты вылетаешь. Ну, то есть как бы. Ну, что ты со мной сделала? Последний вопрос. И... Серьёзно? 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 Не, ну, это должно было хоть когда-нибудь произойти. Не, ну да, не, ну просто для меня, не знаю, типа, постоянно болтать. Ну, может быть, мы просто про другую систему ценностей тут это одни отвечают, а тут мы отвечаем. Да, может быть, здесь в основном американцы отвечали. Это зачастую потому, что большинство из них платит за образование уже, ну, с самого начала. И, типа, они как бы относятся к этому, как мы тебе платим, ты делай свою работу, а мы уже сами решим, типа, как использовать то, что ты нам сейчас говоришь. Слушать тебе, не слушать. Ну, такое, короче. Наверное, типа, вот поэтому они выбрали, лучше бы я разговаривал. Потому что я и так это делаю, знаешь, ну, типа, какая разница. Да. Типа того. Ну, в целом, мы с вами заработали, вы видите, сколько очков где-то здесь на экране. Да, где-то здесь. Мне кажется, где-то 9, да, мы из 10. Или 10 из 11. Или 9 из 11. Ну, мы победили. Но на этом мы закончили, да, и мы победили. То есть, это больше 50%, а по меркам текущей игры это победа. Так что, поздравляю вас. Мы все равно выиграли. Да. Мы все равно все выиграли как команда. Если вы с нами не согласны на какой-либо из вопросов, напишите в комментариях какой-то вопрос. И почему? Как бы вы ответили на него, то есть, ну, если вы, да, по-другому ответили, типа, почему бы вы ответили наоборот? Именно так. Мне вот интересно. Я, ребят, с удовольствием почитаю ваши ответы. Вот. Возможно, кстати говоря, мы сейчас с Ричем находимся не дома. Далеко, далеко. Да. Я продолжаю пиарить наш канал влог-шоу, да, подписывайтесь на него, ссылка будет, скорее всего, в описании. Если что, это канал влог-шоу, пишите влог-шоу на Ютубе, находите наш канал. И мы все равно, ребят, читаем все ваши комментарии. Ну, я точно. Я постоянно буду по Wi-Fi, по 3G заходить на канал и читать комменты к последним выпускам. Я не могу без этого. Я тоже так делаю. Это моя рутина ежедневная. Я просыпаюсь утром и читаю комменты к выпуску. Ну, или вечером там. Ну, утро, иногда вечером у меня бывает. Это была Рич. Но мы победили. Все будет победительным. А, да, точно. Больше 50%. И это была Тюна. Пока-пока. Удачи всем. Меня зовут Эмжи Рамон. Цените ваших родных, цените ваших близких, цените ваших друзей. И цените ютуберов, которых вы смотрите. И спите на чат. Дайте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь, если этого еще не сделали. Иначе мы к вам никогда не приедем.